Так, ну меня зовут Сергей, я руковожу процессом разработки геоинформационной системы. Так, ну давайте я сейчас начну туда. Наверное, мало кому известно, что это за компания Paradex. На самом деле это крупнейший холдинг в России. Но, если быть честным, то это уже не крупнейший, это второй крупнейший холдинг в России. Его обогнал Мираторк сейчас, буквально вот в этом году. А так это уже более 800 тысяч гектар. Если быть честно, ну так, по соревнованным землям, это около миллиона. Это объединенных 12 тысяч полей, это 65 филиалов, разбросанных по всей России 8 субъектов, мы представляем. В основном мы находимся в Воронеже, Курске, Тамбове, Краснодаре, Ставрополье. Помимо земли у нас еще есть сахарные заводы, то есть 16 сахарных заводов по всей России. И мы так шутим между собой, что каждая четвертая ложка сахара, она сделана на предприятиях Paradex. Вот, то есть никто не слышал, но каждая четвертая ложка сахара, если вы кладете в чай 4 ложки, то знаете, что четвертая – это наша. Так, ну и понятно, что трудится более 17 тысяч человек, 3,5 тысячи техники, потому что эту землю всю надо обрабатывать. Ну и 30 метеостанций, как я. Так, где-то с 2014 года понятно, что этой системой всей, этой махиной нужно как-то управлять. Поэтому вот собственник с 2014 года принял решение, что нужно это все автоматизировать и переводить это в цифру. Вот мы начали этот проект, за год его где-то до такого более-менее готового состояния довели, и мы перевели уже в производство. Вопрос сразу? Давайте, давайте. Собственник Худокорнов, это Игорь Вячеславович, это в Москве. Российская, да, Москва. Москва, головной офис по продажам, скажем так, в Москве, а по производству и по переработке у нас в Воронеже. У нас свое здание, если вот возле автовокзала, бизнес-центр столицы, это наше здание. Там у нас еще подразделение, которое строит. Поэтому. Компания крупная. Какие же задачи стояли перед ГИС? Это эффективно, первое, это эффективно управление этой махиной, этим земельным банком. Второе, это помощь при принятии решений. То есть, ну я потом расскажу про бизнес-процессы, да, как у нас раньше происходили эти все бизнес-процессы, и как происходит сейчас. Третий, это оперативный контроль за сохранностью ТМЦ, за какими-то логистическими операциями, за применением тех или иных, допустим, опциональных препаратов, тоже я там расскажу про бизнес-процесс. Также учет и помощь при логистике, это, допустим, у нас есть такой модуль, это прогноз урожайности. То есть мы можем прогнозировать, какая будет урожайность по культурам в этом году, и, соответственно, можем принять решение, сколько техники нужно в деле, сколько дополнительно нужно там заказывать. То есть транспорта, комбайнов и людей, и всего прочего. Ну и для обеспечения первичной информации для бухгалтерского учета. На каких же, ну что такое вот наша система, GISPRO DEMIXAGR, мы так ее называем. Это, ну сейчас уже пять серверов, которые работают на различных технологиях, это и Windows, и Linux у нас есть там для GITA, и там для версии приложений. Основные программы это у нас Python, C-Sharp, JavaScript для веб-разработки. Интеграция, если кому известно, с корпоративной социальной сетью Yammer. Сейчас Microsoft ее выкупил, ну сейчас уже года, наверное, четыре назад Microsoft ее выкупил. Интеграция с 1С, загрузка, вот основное как ядро, это у нас загрузка спутниковых снимков, ну и плюс еще, помимо всего прочих, фотографий, данных с квадрокоптера, ну и любой дополнительной информации. Приемы хранения различной информации, это у нас метеоданные со спутников, тоже поступает у нас с радаров. Метеоданные с наших метеостанций. Сейчас, в настоящий момент, это около 250 работающих мобильных приложений и около 350 пользователей. Это пользователи-агрономы и руководители предприятий. Так, ну сейчас я хочу передать слово нашему ведущему разработчику, чтобы он набирал опыт. Андрей, тебе слово. Спасибо, Сергей. Добрый день, коллеги. Меня зовут Андрей. Я .NET и JavaScript разработчик. Я ответственный за веб-приложение нашей корпоративной системы. Расскажу про нашу систему, постараюсь в максимально сжатом формате, побольше информации рассказать. Концептуально наша система подразделена на две части. Это картографическая информация и аналитическая информация. На картографии мы предоставляем визуальное изображение наших полей, наших снимков, измерения на карте и так далее. Аналитический вид предполагает собой графики, схемы, диаграммы. Вот как мы видим здесь на слайде. У нас реализована система управления слоями. Что это значит? Вот на главном экране нашего приложения мы видим карту, на которой схематично показаны наши поля по выбранному филиалу. Также мы можем выбрать один или несколько произвольное количество из доступных слоев. Это могут быть карты спутниковых снимков без обработки, либо с обработкой. Это какие-то метеоданные, например, данные по облачности, температуре. Вот, например, здесь мы видим наши поля и подложка сельская хозяйство. Она условно так называется. Это спутниковый снимок, который обработан таким образом, что основной акцент делается на растение на зеленый цвет. Если посмотреть дальше, это снимок облачности, который показывает облачность на конкретную дату, в конкретной точке, эти данные нам представляет сервис, в котором мы эти услуги получаем. Еще есть особенность такая, что количество слоев может быть выбрано неограниченным, и мы можем управлять их яркостью. То есть один слой накладывается на другой, и получается таким образом некий слоеный пирог. Так что мы можем комбинировать их таким образом, чтобы получать какие-то настраиваемые исключительно пользователям кастомные изображения. Вот, например, в этом случае мы выбираем три слоя, комбинируем их. Да, еще, что здесь ключевое, то что мы можем управлять яркостью этих слоев. То есть самый верхний слой делаем на 50% яркости, таким образом мы видим более нижний слой, и так далее, и так далее, и так далее. Можем получать интересные изображения для анализа. Вот, например, такая вот картинка получилась путем симбиоза облачности, которая идет у нас наверху, и спутниковых снимков в натуральном виде, сельское хозяйство, как я уже сказал, и вот ботиметрия, это там акцент идет на непосредственно гидросоставляющую почву. Давайте пойдем дальше. Модуль постановки задач. Тоже достаточно интересная штука у нас реализована. Здесь видим карту, на которой нанесены поля, а на полях схематично указаны задачи. Задач достаточно много, но, собственно, и персонал у нас достаточно большой. Соответственно, все эти задачи требуют выполнения, ну, там есть свой бизнес-процесс, потом Сергей, когда присоединится, он поподробнее об этом расскажет. Есть аналитический, опять же, как я уже сказал, в рамках нашей концепции, аналитический вид задач, где более детально можно все это увидеть, отфильтровать, также посмотреть статистику, сколько всего у нас задач, сколько из них выполнено, сколько просрочено и так далее. Какие даты, какие, ну, краткое содержание. Сортировка, сфильтрация в виде списка. Ну, и формы, в принципе, достаточно очевидны. Создание, редактирование, добавление задач. Да, кстати, еще есть блок, вот в рамках левого, слева, короче говоря, мы можем увидеть, что в блоке редактирования задачи есть блок примечания. Там мы можем вести чат, переписку о каких-то деталях задачи, то есть, может быть, какие-то коррективы, на доработку, также, если возвращается задача исполнителя, то все примечания, все замечания указываются в этом блоке. Так, ну, пойдемте дальше. Ведутся у нас также отчеты. Это также отдельное приложение в рамках нашего сайта. Здесь можно посмотреть в виде, опять же, как таблицы, так и схематично на карте показать, откуда пришел какой отчет. Отчет, по сути, себя представляет некое… Ну, во-первых, это фотография с поля, это описание словесное о состоянии культуры, состоянии поселов, культуры и так далее, и с возможностью указания о наличии какой-либо тревоги, которая при такой наличии требует какой-то оперативной реакции со стороны руководства. А также это все можно выгрузить в Excel для распечатки, для обсуждения на конференциях, совещаниях и так далее. Пойдемте дальше. Карточка поля. Отдельно у нас вынесена информация по полю в, опять же, такое отдельное приложение в рамках нашего сайта. Здесь что мы можем видеть? Можем видеть оперативный учет, это данные с полей о проведенных работах. Также те же самые отчеты, но уже в разрезе поля. И далее вот здесь на графиках мы можем видеть информацию о… Ну, метеоинформацию, это температура почвы, температура воздуха, данные о вегетации, об осадках накопленных или ежедневных, с возможностью управления масштабом, с возможностью… Ну, получается, графики, они друг с другом дружат, то есть они синхронизированы. Если мы вводим мышкой по одному графику, то соответствующая шкала движется и по другим графикам, то есть они синхронизированы по масштабе времени. Дальше. Еженедельные отчеты. Отчет предоставляет собой информацию о состоянии почв, культур, метеоданных в разрезе календарной недели в контексте определенного подразделения, определенного филиала. Есть также форма выгрузки в PDF, ну, опять же, для распечатки, обсуждений и так далее. Ну и в завершении вкратце расскажу про нашу админку. Есть система управления пользователями, то есть каждый наш пользователь может получить права доступа как ко всем ресурсам, ко всем полям, ко всем культурам, так и к одному единственному полю в рамках вообще всего холдинга. То есть это все настраиваемое, это все возможно с помощью нашей системы сделать. И у нас еще реализована система логирования, то есть все ошибки, которые у нас возникают у пользователей в ходе работы с системой, они регистрируются на сервере, пользователь получает уведомления на экранчике, даже с возможностью, с указанием номера ошибки, то есть может набрать в поддержку, сказать, у нас вот ошибка такая-то, такой-то номер, администратор сможет зайти в влоги, посмотреть, откуда пришла ошибка, в чем ее суть, куда было обращение, какой стайк ошибки и так далее. В общем-то на этом моя часть завершена. Вот я передаю слово Сергею. Давайте я продолжу чуть-чуть. Давайте вопрос. Ну давайте сейчас. Актуализация данных. Все это, конечно, замечательно хорошо, но все это извиняется на лагерство. А людей, которые работают с полем? Нет, на вопросе нет. Можно написать, по проезжанию эти люди и идти домой. А где взять других людей, которые пойдут от поля? Специалистов и трактористов нет. Прошли. Давайте я сейчас продолжу, но я потом вам расскажу. Так, ну давайте. У нас еще, то, что я говорил перед этим немножко, что у нас грузится, загружаются спутниковые снимки. У нас на самом деле три вида спутниковых снимков. Это лансат Модис и Сентенел. Модис это коротко, это ежедневный спутниковый снимок с низким разрешением, 270 на 270 метров. Зато они ежедневные и можно проследить, как изменяется вегетация культуры. Лансат это раз в неделю, в две недели приходит снимок. У него разрешение уже 30 на 30 метров. Но там уже можно более детально посмотреть, если вот с левой стороны. Вот с левой стороны, да? И Сентенел это новые спутниковые снимки, ну года два им, наверное, да? Это Европейское космическое агентство. Там четыре спутника. Разрешение 10 на 10 метров и периодически порядка четырех, раз в четыре дня. То есть это новые, отличные снимки. Мы их грузим и смотрим про них всю информацию. А вы, у вас программа автоматически... Конечно. Ну, вы там возреваете и все остальное, но автоматически анализируете и... Конечно, это все уже обработанные снимки, это в автомате все делается. Это пользователи тут вообще ничего не делают, потому что у нас просто нет столько ресурсов, да, человек, чтобы это все смотреть. Это все автоматом загружается, обрабатывается, и вот в таком виде просто с сайта. Я видел американскую систему. Ну, они, на самом деле, они все более или менее похожи, потому что совсем нового изобрести, в принципе, уже сейчас невозможно. Можно кастомизировать это под себя лично, да, я покажу, какие у нас процессы были решены, да, или, ну, что-то придумать, но это все можно повторить очень быстро. Так, ну, для начала бизнес-процесс, вот отчеты, что изначально, что позволила решить эта система. То есть у нас еще, вот Андрей не сказал, у нас есть еще мобильное приложение, да, то есть нативное мобильное приложение, оно стоит у каждого агронома, ну, в планшет, если это устройство было передано ему, да, ну, мы передаем, раздаем наш планшет нашим агрономам, либо они на свои телефоны ставят это приложение. Они обязаны, то есть есть распоряжение руководителя, что они обязаны сделать четыре отчета за сезон, то есть на каждом поле, они все равно объезжают эти поля, это их работа, они объезжают, смотрят, в каком состоянии культуры. И они обязаны сделать четыре отчета, ну, либо просто отчет для статистики, либо сигнальных отчетов. То есть если, сейчас, давайте я расскажу потом. Просто если они, есть проблемы на поле, в конечном итоге это вылилось в снижение урожайности, и агроном не сделал ни одного отчета, то понятно, что друг почему-то это не увидел, ты должен был это видеть, должен был сделать отчет. Понятно, что твоя вина, не твоя, это другой вопрос. То есть они делают отчет, этот отчет проверяют в системе уже, в веб-версии, и потом в автоматическом режиме, мы интегрировали в корпоративную социальную сеть, вот на этой картинке, где уже это видит руководство, это видит наш главный агроном, он такой очень талантливый человек, он этим живет, он это сразу дает либо рекомендации, видят более, допустим, опытные коллеги, они могут сразу ему посоветовать, они могут сразу подсказать, ты опаздываешься к применению того или иного препарата, быстрее там применяй, или здесь уже поздно что-то. Это видит руководство, оно сразу понимает, в каком состоянии все поля, то есть разделили на группы, у каждого филиала есть своя группа, и они туда в автоматическом режиме, все туда сваливаются там. Либо они могут поправить там и вручном режиме отправить любой отчет. Так, давайте по этой теме. Давайте, я сразу вопрос. Это америкосы все. Нет, это американцы вот эти два и европейцы. У кого? Вот это? 350 сейчас. 350 пользователей. То есть, 350 агрономов в полях работают с этим и делают отчет. Знаете, в какой мы интересный вопрос? Сейчас просто, нет, раньше они, для того, чтобы, вот, что было раньше, я еще не сказал, да? Раньше они должны были, вот если видят они проблему, они должны были ее сфотографировать. Ага, они брали фотоаппарат, который лежал в конторе, там, ну, контора называется, да, офис. Брали фотоаппарат, ехали на поле, делали снимок, писали служебную записку, приезжали в офис, сканировали эту служебную записку, отправляли письмо руководителю с служебной запиской и с фотографией. Ну, и он там уже докладывал это в высшестоящем начальству или там принимал решение. Сейчас вот у нас все открыто, то есть она сразу, как бы такая, это некая подойдя служебная записка, она сразу падает в корпоративную сеть и сразу все видят, сразу принимается решение. Значит, согласование опциональных препаратов, ну, просто служебные записки просто выродились. Просто вот так вот сразу упало, главный гром увидел, да, действительно, вам стоит применять фотографии. Там только мы обязаны делать три фотографии, там, как с близкого расстояния, там, общий план поля, ну, скажем так, такой средний расстояние и общий план поля, или минимум две фотографии, то есть близкая проблема и общий план. Ну, наверное, внизу вот этого, да? Ну, да, да, вот, но здесь видно, что проблема, поэтому они больше сделали фотографий. Нет, 360 не надо. Да. Да. Спасибо. Включен, да? Спасибо. Сергей Федосов, компания ВК. А подскажите, пожалуйста, то есть, что у вас является единицей измерения? Это поле или какой-то квадрат, там, 10 на 10, то, что позволяет делать снимок? А в чем? Смотря в чем. Единица измерения в системе. То есть, минимальная единица измерения. Вообще… То есть, на самом деле, можно, понятно, что измерять полями, там, усреднять урожайность поля, усреднять, там, пассив, насколько хорошо, там, да, прошел по этому полю. Это точно в земледеле у вас есть, да? А вот, да, что является единицей? У нас поля пока. У вас пока поле. У нас… Нет, ну, в системе. Я понимаю, принципы, вопрос, откуда ноги ростут, да? Единицы измерения, вот то, что у них учетная политика, это поля, то есть, насколько урожайность, насколько там… Да, да, мы говорим про что. Или участок, на самом деле, 10 на 10 метров, то есть, это же совсем другая детальность, не перетяция, на самом деле. Да. Только смотрите, тут самый главный вопрос, у всего должна быть цель, да? Зачем вам эти 10 на 10? У вас есть техника, которая… Когда у меня 10 на 10, да, конечно, то есть, нужно потери считать. Вот, смотрите, да, вот тут самый главный вопрос, то есть, если у меня есть, допустим, такая техника, у меня вся технология подразумевает возможность убирать какие-то участки поля, у меня возможность, есть у меня разбрасывание удобрений, которые позволяют носить именно уже, как, ну, по картированию эти удобрения, тогда у меня есть смысл тогда и в этом все. А если у меня, допустим, ну, у нас в Краснодаре, на самом деле, вот тестируется эта система, она уже, ну, года два, вот у нас там RTM эти станции стоят, и она точно земледелие там, то есть, там они сеют вот именно, ну, полосами, как стриптил, технологии стриптил, и там мы, ну, мы тестируем, скажем так. Ну, то есть, вы начали уже. Да, ну, конечно, мы давно занимаемся, просто в целом не применение пока. Время не так много. Второй вопрос, это что вы все-таки снимаете автоматом, а что заносит руками? То есть, влажность почвы, какие показатели там? Ну, смотрите, у нас вот, вообще у нас политика такая, что можно автоматизировать, мы обязаны автоматизировать, потому что, я говорю, у нас ограничен вот ресурс, у меня, допустим, нету там 35 человек. Но сегодня там интернет вещей там, влажность почвы можно начать. Да, ну, влажность почвы, там же метеостанции стоят. Метеостанции, они измеряют, ну, 30 метеостанций, вы сказали, 30 метеостанций на ту площадь, которая у вас есть, то это вот как в регионе одно. Ну, нет, там на самом деле можно интерполировать же значения. Смотрите, у нас, во-первых, 30 метеостанций, во-вторых, у нас еще такое, мы со спутников данные берем. То есть, там, конечно, есть некоторая хитрость, да, что спутник поставляет данные, он с точками в полградуса, каждый полградуса эти значения передает. То есть, это где-то 52 на 52 километра, то есть квадраты. А поля, естественно, это большое расстояние. И поэтому у нас есть там система, которая интерполирует эти данные, то есть, она берет по точкам и смотрит, а где циклон шел, и она интерполирует на каждое поле. У нас такое есть. И, соответственно, мы встроили туда еще свои метеостанции, соответственно, метеостанцию ставим на каждые, ну, где-то 10 тысяч гектар, и у нас, получается, еще они как бы встроены в интерполирование этих точек. И потом эти данные все, ну, там, интерполируются на… Так, следующее, давайте. Еще один бизнес-процесс, пример, это первичка для бухгалтерии. То есть, до этого у нас агрономы тоже что делали? Они при списании ТМЦ, они записывали в тетрадки себе эти, где они же, на каком поле они же сколько применили. Дальше они собирали за неделю, потом их обязывали. Так, нужно вам отчитаться. Они приезжали там в офис или в субботу, или вечером пятница, они брали это все, переносили на, ну, формат, согласованный для Минсельхоза, отсылали это все в бухгалтерию, бухгалтерия там ручками, там, диспетчер перебивал это все в 1С, ну, и после этого там как бы смотрели, что нигде нет проблем, и согласовывали. Сейчас мы это все перевели тоже через нашу систему. То есть, агроном, мы тоже только обязали их с одним условием, что вы обязаны списывать в течение суток. То есть, вы применили, на следующий день вы обязаны списать. Мы с этим долго боролись, сейчас в процентах в 95 они так и делают. Они поняли, что это удобнее гораздо, чем раз в неделю списывать. Они списывают в программе, после этого проверяют это в какой-то, ну, в веб-интерфейсе, для того, чтобы все корректно, все нормы у них бьются, нигде ничего там они не ошиблись, в нуле там или в запятой. Если все нормально, они сохраняют это, сразу в автоматический режим у них распечатываются по форме для отчета в налоговую, и уходят в 1С. Диспетчер в 1С просто ему остается просто посмотреть, ага, ну, нигде там проблем нету, там, сколько на него перечислили, столько ТМЦ пришло, и согласовывает, и все. Да, вопрос, давайте. Года два назад. Два-три. Это мы сами разрабатывали, как бы, все. А можно еще вопрос? Да. Контроль техники осуществляется, ну, например, трактористы вышел, вносят удобрение, а потом... Ну, смотрите, на самом деле у нас ходник большой, и это только одна часть, это только одна система. В основном она, вот эта система, она была разрабатывалась, разрабатывалась для аналитической помощи при принятии решений. То есть это, вот, спутниковые снимки, там, вегетация. А у нас еще, на самом деле, есть такая тоже система ПУП, программа уровня предприятия. И вот там у нас есть целые, вот, там, датчики на тракторах, датчики топлива, там вот ездят вот такие жуки по полям. То есть это там, у нас отдельный комплекс, там занимаются, вот там, там 20 вечеров сидят, и это мы только вот геоинформационные сети. Мне кажется, наоборот, вот гордость берет за наш агросектор, который вот сейчас очень активно развивается в плане этих технологий. На самом деле, смотрите, мы как бы, вот, знаете, вот, может, я вам показался, в вопросе есть такая некая, такая, некий оттенок такой, что, ага, вот вы паразиты, кто кого-то делает, что гнобить их, там, агрария, да, вот там, агроному, вот он должен отчитываться. На самом деле, отчасти это правда, что эта система призвана контролировать. Но и сейчас вот во что она превращается, это меня, конечно, радует, что она еще и помогает. Да, раньше он, конечно, его никто не контролировал, но он раз в неделю садился и записывал. Но сейчас вот кто у нас перенес вот этот метод работы, каждый день отчитывается, они говорят, вообще отлично. Потому что у меня, теперь я не сижу, не занимаюсь, не обещаю себя. Ну, так, я лично ездил, и Курск весь объезжал, то есть каждый филиал приезжал, вот прошло раз обучение, второй раз обучение прошло, мы не понимаем. Ну, либо делают вид, либо не понимают, действительно. То есть тогда, ладно, все, приезжаем в каждый филиал, и вот уделяем два часа, так, поехали на поле, выходим на поле, фотографируем, так, что здесь не понятно? Ну, все понятно. Следующий филиал. Вот так мы по филиалам ездили вот каждый. Мне кажется, это приведет системы, которая помогает и сотрудникам, агрономам, да, и компаниям. А сколько средний возраст? Да, разный, но, смотрите, у нас разный средний возраст, но мы делали, исходили с того, что у нас, как у нас шутка такая есть, чтобы в нашем мобильном приложении, оно должно быть, кнопки быть, чтобы попадали пальцы, вот, чтобы мы, может, два пальца, два пальца, чтобы, то есть, вот, ну, ага, все, то есть, у тебя нет варианта ошибиться. То есть, ты увидел, ага, тук-тук-тук, все, окей. То есть, мы исходим с того, что агрономы разные, агрономы там, но минимальные там знания в компьютерах, я приезжал, то есть, филиал, у него там стоит, там, Windows XP, вот такой монитор-арбуз, и я говорю, а как у вас ничего не запускается? Ну, вот так я ничего не могу сделать. Вот я заставлял, писал, ну, там, у нас отдельное подразделение, что поставь нормальный компьютер, потому что люди не могут работать. Ну, и они там где-то в бухгалтерии, вот, находил, там, списывал, списание проводил. Ну, и такое, да, бывает у нас. Но у нас еще отличный чертой, что нам, как бы, у нас система нативная, поэтому интернета, как бы, не требуется. То есть, он приехал, он там, ковырялся, списал, он приехал в офис, там, приложение нашло, автоматически подключилось Wi-Fi и синхронизировалось, как бы, ему там ничего не нужно. И он после этого там зашел, там, пошел, там, на планерку сходил, пришел, а, все, сходил, трепотал, поправился, и он, подкинь нажал. Так, у нас еще есть, ну, давайте, корт, наверное, да, совсем мало. У нас есть еще, наши боли, так скажем, расскажу. У нас, ну, это же уже не совсем боли, мы так уже научились над этим работать. Это у нас прогноз урожайности. Ну, я слышал, что в Америке где-то там прогноз урожайности, там, с 98-процентной точностью. Я пока, ну, может быть, это можно, конечно, я могу тебе представить, как я бы этого добился. Но это столько ресурсов. То есть они там закладывают делянки, там, опытные, спутниковые сники, там, у них, там, если рапидай, мы уже слышали, там, это разрешение, там, полтора метра, там, 30-сантиметровые сники и спутниковые. И они там добиваются 98-процентной вероятности. Да, нет, у нас, кстати, нормальная зона, на самом деле. Если хорошо все делать, бывает. Слушайте, ну, в Америке тоже там пустынь в пустыне погоняет. Вот, и мы, ну, мы используем снимки Модис, и у нас, конечно, ну, давайте коротко, были несколько проблем таких, там, с облачью связанных, что когда вырезаешь облака, то там очень, так, это очень такая непростая, на самом деле, как оказалось, тема, обрезать точно облако на спутниковом снимке. Потому что, чтобы это в автоматике не пользоваться, там сидел и вырисовывал, чтобы это было в автоматике, потому что у нас некуда это делать. Также в производстве, про что вы говорили, ты получить достоверные данные, это, конечно, ну, это такая проблема. То есть, потому что комбайн на Умда убрал, Тополь переехал на другое, увез с собой в лунгере. Машина тут не запомнилась, уехала на другое поле. Потом кто-то там, а, забыл, да давай на все поле. Оп, списали все на с собой. То есть, мы с этим тоже боремся, я думаю, победим, потому что других электронных нет. Позади Москва, да? И еще время, сам этот расчет, это такой ресурсозатратный процесс. Мы для этого, даже вот сейчас, в этом году, поставили отдельный сервер, купили, и он только будет заниматься, вот, обработка, спутник с ним, и расчетом урожайности. Ну, и использовать такие решения. Мы, то есть, вот, как я уже сказал, бороться. Не рассеки хотим попробовать. Потому что, вот, в прогнозе урожайности, это прям, ну, прям, она точности заложится, хорошо, это как раз ее задача, и тогда ускорим процесс. Ну, и точность, конечно, повышается. Так, и следующий у нас еще был проект. Это... В точности, да, как вам сказать, ну, 78% попадений есть. Не, 50 на 50 нет, потому что разогнали у нас, да, зашиевые. Ну, 78% есть. Точно. Ну, это... Я всегда был, когда это все разрабатывалось изначально, да, я, ну, понятно, что писал формулы, и все прогнозы урожаялись. Я всегда говорил, что я могу, скажем, 100% вероятность или 98% вероятность сказать, что это поле плохое, это поле среднее, это поле, как бы, отличное. Вот это я могу сказать. А то, что там говорят, что, ну, знаете, у вас там, вот тут будет, там, 350 центов, а вот 353, ну, это... Мы-то, конечно, делаем прогноз, но это... Загонять. Да, это, как бы, это настолько надо. У нас с дронами еще такая была задача, то есть это автоматический подсчет густоты. То есть после СЕВА, там, проходит две недели после СЕВА, у нас дроны, чтобы в автоматическом режиме взлетали дроны и считали густоту стояния растений. Ну, это логистика, понятно, что там, сужая, как прошел СЕВ, ну, и так далее. Вот, так, ну, мы в этом году с Институтом космических исследований Российской академии наук, они для нас там разрабатывают нейросеть, ну, и посмотрим, куда это вылезет, вылезет, а пока еще вот это у нас, как бы, развитие идет. Так, ну, спасибо за внимание. Еще хотел, коротко, вот я в этой предыдущей, не в предыдущей, даже, а в начале там сказал один из спикеров, что вот если бы этого не было, то мы не представляли бы, как с этим жить, а мы сейчас даже не представляем, как без этого жить. Вот я вчера только разговаривал с нашими агрономами, и вот тоже так просто, ну, на пространную тему, они говорят, тоже, вот я даже, говорит, не представляю, как мы раньше жили-то без нее, потому что сейчас открываешь, и все, и у тебя вся информация по полю, все, что было, все, что там, все, что применялось на этом поле, да, какие там результаты этого поля, какая статистика, а как до этого? Ну, где-то искали, там, собирали, там, в 1С, там, что-то собирали, там, спрашивали, там, бумажки. Все, спасибо. Старожилы помнили. Так, ну, давайте, наверное, последний вопрос, да? Спасибо большое, очень интересный доклад, меня зовут Кузьмина Ксения, журнал «Лунное производство», и по опыту других заводов я знаю, что сотрудники, ну, низшего звена, ну, в вашем случае это агрономы, и те, кто работают в порядке, Ну, не низшее звено, нет, это не низшее звено, не надо их обижать. Ну, хорошо, хорошо. В структуре, в структуре организации, как правило, они всегда против цифровизации, ну, так или иначе, они очень боятся, что какая-то единица там сократится, да, и всячески, ну, как бы, негативно относятся, и даже, ну, как бы, можно так сказать, вредят, да, вот, внедрению цифровых технологий. Я так сложилась, работала в вашей компании, и я не понаслышке знаю, да, какие, ну, как на местах обстоят дела с персоналом, да, с кадрами. И, соответственно, у меня просто вот действительно вопрос, а может быть у вас была какая-то программа, как вы с людьми, может быть программа обучения какая-то, или как вам удалось преодолеть вот это отторжение цифровых технологий на местах? Смотрите, у нас даже есть такая шутка, вот мы как так шутим в сельском хозяйстве, это первое, что если видит агроном какой-то, да, или механизатор, агроном, он сразу говорит, не пойди, то есть не пойди, и все там, то есть что ему не рассказывать, да, не пойди, и все, можешь идти со своими тут предложениями. Ну, вы знаете, во-первых, мы обучаем, мы каждый год, у нас вот зима, это как бы такой сезон уже тихий для агронома, да, и мы проводим обучение, то есть мы собираем их всех в Воронеж, то есть со всей России они приезжают в Воронеж, у нас там свой, вот, как бы, тоже актовый зал, и вот мы выступаем, каждое обучение по агрономической части, там, раз, обучение по техни, по настройкам, два, обучение там по вот этой системе, какие вопросы, то есть мы проходим, их каждый раз обучаем. Потом, если вдруг кому-то что-то непонятно, выезжаем, то есть филиал, и показываем, рассказываем, как это, что там, что вам непонятно. Потом, второй момент, мы слушаем их, если агроном говорит, ну, у меня вот не получается, неудобно, так, хорошо, что вам неудобно, ага. Мы тогда себе раз, понимаем, это надо исправить, потому что люди не понимают, раз, сразу исправили, благо, что мы сами это разрабатываем, мы сразу быстро это подкорректировали и исправили. То есть у них есть возможность сразу отдать вам обратную связь, да? Конечно, мы, мы только, вот у нас, знаете, у нас много было так проектов, ну, хвастаться, конечно, нехорошо, ладно, у нас много было проектов в холдинге, и вот преимущество нашего проекта, почему, вот сейчас у нас, в принципе, за это как бы, ну, и ценят, что у нас это доведено до конца. А все почему? Потому что мы сразу сказали, у нас вот есть Ямер, мы там, отдельная группа есть, у меня там, Гиспрода Миксагра, да, там, я веду, то выкладываем все, если вдруг какие-то там, сервер будет остановлен, там, мы, то есть, пишем там всю эту информацию, и плюс мы говорим, если вас что-то не устраивает, у вас какая-то боль, вы пишите прямо там, в группе, то есть, чтобы руководство видел, все, чтобы видели, и они там сразу пишут, у меня там не грудь с поля, так, ага, все, там, если я ухожу в отпуск, то ребята там, как бы, все, ну, все смотрят, там, или руководитель мой тоже, ага, почему не грудь с поля, там, что у вас не грудь с конкретным, там, вот такое-то поле, все, полезли, сразу начали копать, так, понятно, почему, нашли проблему, быстро ее исправили, то есть, мы вот таким образом работали, и она у нас вот, прям, очень хорошо, что довели до конца, потому что сразу и пользователи влияют на это. Спасибо. Спасибо огромное. Человек, разрабатывали вот эту красоту, да? Четыре. Четыре? Да. Человек? Да, ну, плюс еще, как бы, да, один программист, второй программист, как у нас один, бэкэнт, фронтэнт, с этого здесь представлены. А время, я прошу прощения? Но время долго, знаете, как это говорят, хочешь быстро, готовься к большим затратам и большим влечениям, а хочешь медленно, то готовься, что будет пустя малые люди, и они будут двигаться медленно. Ну, по времени, с 14-го года мы развиваем, тихонечку, тихонечку, каждый ребенок. Очень интересно, спасибо огромное. Вот, хотим поблагодарить, вручить всеми. Спасибо. Да, ну, на самом деле, знаете, у меня сейчас такая картинка вырисовалась, гордости за Воронежский регион, да, за Черноземье, за Воронеж, что дроны пороздят наши великие поля, да, в общем-то, что-то сами засеивают, сами вскапывают, сами куда-то все передают. В общем, ну, это близко, и это здорово. Спасибо большое. Да, да, да. Мы, кстати, ездили в Башкирию, в Башкирию по этому поводу. То есть, ребята, выпустили это, что мы в наш дом летаем 3-4 часа. Коллеги, я предлагаю сейчас у нас последний докладчик.